Здравствуйте! Я записываю это видео обо мне. Такое видео у меня было на канале всего один раз, как мне кажется, за все существование. Шесть лет назад, где-то так, многое, естественно, изменилось. И я на прошлой неделе выложила видео, я посмотрела комментарии, там были комментарии о том, что вы так изменились, и так вот тоже, а с какого момента, как вот так, конечно же, мы все меняемся. И были еще комментарии, что вот где-то еще там есть такая информация, что-то еще, а так я об этом тоже уже говорила. И когда записываю видео, понимаю, что к чему-то уже обращаться к старому, это все есть, нет смысла повторяться, тем не менее, вроде как это уместно. То есть так как я этот канал не закрываю, значит, здесь что-то еще такое есть, и как не возвращаясь к прошлому, может быть, либо здесь какое-то что-то нужно завершить, либо нужно куда-то двигаться вперед, какое-то нужно новое вдохновение. И вот, например, был телеграм-канал, тоже по теме бьюти, вот, связанный с этим ютуб-каналом, и инстаграм был, и, ну, инстаграм до сих пор есть, просто я сейчас в инстаграм в целом не захожу, то есть у меня на телефоне этого приложения нет, то есть у меня не удалены мои аккаунты, но я не пользуюсь инстаграмом в принципе, то есть это не то, что я там ушла из инстаграма, или я забросила именно этот, или еще что-то, вообще я инстаграм не пользуюсь. То есть если нужно посмотреть там какой-то аккаунт, магазин там или еще что-то, это открывается в браузере и сразу же закрывается. И это к чему? Потому что когда у меня вот есть внутри ощущение, что это все, что-то закончено, то это все это закончено, и у меня нет сожалений, я просто это оставляю, и все. И вот когда начались там какие-то определенные действия, и стало как-то сложно с там какой-то вот точки зрения перевода даже денег, по поводу там телеграма, оплаты чего-то, стало понятно, что это уже поддерживать больше нельзя. Ну, то есть не получится, не выйдет, и единственный вариант это только это закрыть. И мы посвящались, там, девочка, которая занималась этим, и я поняла, что все, я дальше не могу этим заниматься. Просто даже технически, физически нет этой возможности. Это закончилось. Я ей предложила продолжить, она сказала, что нет, видимо, ну, этот проект предполагал, что здесь есть я. Естественно, как бы под моим присмотром, патронажем это все начиналось, и потом вот как-то стало расти. И очень много, конечно, девочка сама вложила туда, она вела сама этот телеграм, она сама, ну, вначале, конечно, мы делали вместе, потом там что-то она со мной советовалась, но сама выбирала, на что там сделать какой-то акцент, как что-то лучше сделать, ну, есть какие-то моменты общения с аудиторией в телеграм-канале, вот именно тот, который был про скидки. Это все делала она, и как бы это было такое, ну, какое-то плодотворное сотрудничество. Мне кажется, это было где-то пару лет, я потом смотрела на это, и я посчитала, сколько это за год принесло денег. Это очень трудно посчитать, потому что там разные, как бы эти, разные аффилированные службы. Я где-то насчитала 6 с чем-то тысяч евро, но это точно вот как бы тяжело, потому что это именно там в европейской зоне что-то было на зоне врублевой, там какие-то вещи, то есть это больше. Плюс есть еще момент там, когда присылают что-то, это же тоже там иногда технику какую-то, ну, то есть девайсы, еще что-то. Иногда это просто косметика, когда взаимодействуешь, допустим, с каким-то крупным магазином, то они присылают просто типа подарки, спасибо за сотрудничество. Например, на Хэллоуин, просто набор какой-то там косметики на Новый год. Чаще всего, ну, большая часть из этого уходила там на подарки кому-нибудь. Ну, как-то, это не то, что ага, вот и подарочки. Я просто, вот у меня вот это есть, если хочешь, я вот точно, у меня это много, то есть от этого бенефитили люди вокруг. И я всегда подчеркивала, что я рекламой не занимаюсь, и я ей никогда не занималась, то есть никогда не брала деньги за то, чтобы что-то разместить. Сейчас тоже вот обо всем, обо всем этом расскажу, и это надо тоже перейти к тому, что чем я занималась последний год. Просто я сейчас, понимаете, наверное, начала с того момента, когда вот сколько-то лет назад было, да, когда вот эти были активности, еще что-то, и мы постепенно, наверное, так вот хронологически придем к тому, что есть сейчас, и как, может быть, можно или нельзя двигаться дальше. Итак, был вот этот момент, и когда что-то тебе присылают, то как бы адекватные, как для меня кажется, люди, те, которые говорят, окей, вот это вам, и что вы думаете, так и расскажите. То есть мы, как, не стесняемся своей продукции, особенно корейские бренды, корейские, вот этот способ, не знаю, продвижения или еще что-то, они очень крутые, многие из них писали даже, вот, если вы не захотите, вы можете даже не снимать видео, вы можете вообще не рассказывать об этом, если вы, вот, мы как бы вам, вот, дарим, мы хотим знать ваше мнение, если вы сочтете нужным это кому-то показать в том объеме, в котором вы захотите, так как вы захотите, пожалуйста, если нет, то нет. То есть самая, как бы, ультимативная версия того, как круто вот идет сотрудничество, это вот корейские бренды, но они же тоже понимают, что если это твой бьюти-блог, это твоя заинтересованность в том, чтобы, ну, какой-то контент показывать, и что-то, если тебе действительно понравилось, с людьми делиться, это такой, как это, майндсет уже, ты так мыслишь, ты так живешь. И были же и другие моменты, когда тебе, вот, нам надо рассказать про наш бренд, сколько это стоит. Я всегда говорила, что единственный вариант, это я выбираю то, что мне нравится у вас, то, что мне кажется интересным, вы мне это присылаете, и я делаю тот обзор, который, вот, я считаю нужным. То есть я, как бы, показываю так, как мне понравилось, то, что мне понравилось, я в этом просто рассказываю, как оно было, да, то есть если вы там как-то не уверены, то не надо. И практически, ну, я даже не знаю сколько, ну, большой-большой процент отказывались, потому что я этих людей понимаю, вот, представьте, вы кому-то, вы на работе, вы хотите продвигать, чтобы вас больше покупали, вас как-то, вас посчитали, как в том мультике, то есть вы, как бы, не совсем личность, вы, как бы, цифры. Если вы приносите вот эту пользу цифрах, то да, если нет, то извините. И вот вы кому-то отправили какой-то косметический продукт, а человек об этом сказал плохо, это сказалось на цифрах, соответственно, вас увольняют. И я, понимаете, вот, как бы, вот это взаимодействие, основанное на страхе, оно, ну, какое-то не очень комфортное. Соответственно, они будут бояться, они будут, ну, пытаться как-то повлиять на твое мнение, поэтому я изначально туда просто не хотела входить, потому что это некомфортно. И вот эти вот их деньги, ну, совершенно небольшие, они того вообще не стоят. Поэтому единственное, что вот в этой ситуации мне казалось таким интересным, ну, удобоваримым, так скажем, прикольным даже, в этом даже было интересно и разбираться, как это все работает, устроена, там такая большая схема, сеть такие большие, международные. Это аффилированный маркетинг, то есть, когда ты размещаешь какую-то ссылку, то есть, ты рассказываешь только то, что тебе нравится. Ты как покупаешь интересное, как исследуешь бьюти, мир бьюти-рынок, так и продолжаешь. И то, что тебе нравится, или то, что тебе не нравится, или, например, тебе это не подходит, другому подходит. Тоже, вот, например, есть комментарии, а у меня там жуткая на это аллергия. Вот на любое средство может быть у человека аллергия. То есть, как бы, ну, от этого вообще застрахован, ну, ни один человек быть не может. Для этого, в общем-то, если у вас есть какие-то подозрения, есть такие пробники-сошетики, что вы там намазали, что за один там раз у вас ничего не произошло, после этого вы можете пользоваться. Естественно, что вы там за одно-два применения там в сошетике, вот в этом пробничке не поймете, что это там за средство, как оно там в долгой перспективе на вашу кожу повлияет. И аффилированный маркетинг, это было до какого-то момента, ну, интересно и прикольно, это так и занимательно. И когда просто это закончилось, это закончилось. Ну, я вот так вам уже и сказала, что вот телеграм перестал существовать. По поводу инстаграма, я там еще какое-то время его вела, но вот в целом сама такая вот эта схема инстаграма, социальных сетей, она мне неинтересна. И если говорить о причинах, ну, там, как так вдруг произошло, с одной стороны, ну, мы меняемся, каждый человек, да, а с другой стороны, очень сильно время поменялось. И там говорить, вот, это уже не то, не то, как было. Да, все не то, как было, а все всегда вот раньше было вот так, а теперь вот так, а потом опять будет как-то. Просто сейчас такой момент, когда, вот, начиная, у нас была так волшебная понтянка во всем мире, на нас, на всех это повлияло. Если кому-то кажется, что на вас не повлияло, ну, вы либо какой-то там меньше одного процента каких-то счастливых людей, которые действительно обстоятельства были, ну, невероятно отличными от других людей. 10% людей, на которых это очень позитивно повлияло, то есть их жизнь изменилась. То есть они прошли через ломку, трансформацию, ну, я сама знаю эти ситуации, эти кейсы, когда человек не мог там вернуться домой или еще что-то, ему пришлось пройти через там безденежье, через то, что пришлось просить. Это в чужой стране, у тебя ничего нету, и тебе приходится просить у других людей, а это были люди, которые очень такой с гордыней. И они потом стали заниматься, ну, а что, хорошо, я уже все попросил, уже что теперь дальше бояться, уже там, ну, надо на еду, надо то, надо что-то делать. Ну, на какую-то работу пойду, пошел на какую-то работу, это все там гораздо проще, чем было у тебя раньше, ты там на своих этих фантах ходила, а теперь у тебя там все попроще, и ты такой какой-то довольный, и что-то и личная жизнь сложилась, которая не складывалась. То есть такие какие-то есть вещи, но там тоже людям было неприятно, да? У кого-то не было грандиозных перемен, но что-то стартануло, какие-то вот штуки, которые, знаете, может быть, как незаметная тревожность, или как что-то еще. И как результат, люди, которые более внимательные, заметили, что в целом какое-то гораздо менее стабильное психическое, психологическое состояние в целом в обществе, ну, и конкретно где-то в каких-то, ну, может быть, в сообществах или еще где-то. Соответственно, когда я понимаю, что и в том числе и этим тоже пользуются люди, ну, вот есть масса людей, и они сейчас в таком состоянии, когда немножко пошаталась их вера в безопасность, что хоп, и всех там дома закрыли, а потом хоп, еще вот эти всякие там начались в нашем постсоветском пространстве, в русскоязычном, да, вот эти там операции, когда там одни пошли туда, другие сюда, и как это все разворачивается, как это все. Но по мне там тоже это ударило в какой-то момент. То есть я прошла и одно, и там другое. Как бы у меня были моменты, когда ты просто раз и вот это все пересматриваешь. Ну, как это по-другому сказать? То есть, во-первых, я уже сейчас говорю про прошлое, а во-вторых, мне кажется, вы и так интуитивно понимаете, что когда что-то такое эдогое с тобой случается, как, знаете, говорят, что даже свадьба, это вроде такое замечательное, волшебное такое событие, все равно стресс, да, для организма, и ты вот там переживаешь, еще что-то, вот невеста там нервная. То есть все это сказывается, и когда что-то какое-то, как потрясение, это надо пережить, с этим нужно как-то побыть, ужиться. И был тоже момент, когда, например, в Инстаграм было понятно, что говорить о бьюти, это просто как бы, ну, после шока и потрясения. Странно. И я помню, что я поняла, что, ну, мне и кому-то еще, то есть нам как-то надо выходить из этого шокового состояния. И тогда я надела парик, очки солнечные, и вот как бы начала с того, что мы сегодня будем говорить о том, о чем нельзя говорить, что как бы хочется и нужно продолжать жить дальше, но есть некий такой и в обществе, и у нас внутри стыд за то, что с другими людьми какой-то ужас происходит, и как бы в мире ужас происходит, а мы сейчас тут будем про косметику. Ну, то есть как это? И, ну, а при этом это очень важный психологический момент, чтобы жить дальше. Ну, то есть как бы просто не то, что ты выживешь из-за этого, а ты продолжишь свое функционирование, оно будет ближе к какой-то, ну, норме приближаться. Что такое норма? Некое стабильное состояние, где тебе не нужно компенсировать не то, что ты упал вниз, ты себя компенсируешь, не то, что ты слишком поднялась, компенсируешь. И тогда у меня как раз уже, ну, получается, что это около двух, что ли, полутора-двух лет назад, тогда уже у меня был телеграм-канал, я начала по бью, это уже не по бьюти, а по психологической тематике. Я просто помню, что он тогда начинался с того, что мы просто учились как это правильно себя обнять, правильно себя уложить, спать там еще что-то, потому что, потому что, я сейчас расскажу вам тоже историю, например, люди, которые вообще никак с нашим постсоветским русскоязычным миром вообще не связаны, то есть прожившие там со своего детства всю жизнь в Европе, имевшие доступ к Евросоюзу, ну, как бы, к вот этому всему, неограниченные чем-то, они вдруг, моя девочка знакомая, ну, ее бойфренд, и он говорит, что они шли как-то, и она встала, и дальше не могла идти. Она просто замерла, и у нее был шок, и она боялась, что начнется ядерная война, и что все умрут. Ну, вот представься, да, то есть, ладно, мы в русскоязычном пространстве, во-первых, как бы, нас все время там и пуганы, и так далее, и все время что-то происходит, а вот это вот люди, как бы, ну, вот, пандемия с ним случилась, еще что-то, вот эти какие-то угрозы, ну, народ не очень-то удерживает, да, и если вот у нас с вами какие-то изменения происходят, ну, как бы, надо очень так мягко к себе хорошо относиться, не наказывать себя там за то, что вы где-то от стресса едите, или еще что-то. Мне, например, все эти моменты очень там хорошо известны, когда в нашем истории есть голодноморы, раскулачивания, 90-е, когда вот многие сейчас люди, они же не знали, они были маленькие, допустим, в 90-е, и они вдруг узнают от родителей, что у них в семье было голодно, что они, допустим, ее родители отправили к бабушке, а сами ходили собирать еду на какое-то колхозное поле, то есть, как бы, и это все у нас где-то там есть, и мы, понятно, что, когда даже живем в благополучных условиях, вот эти рефлексы, они, как бы, никуда не делись, это все к чему, к тому, что, как же это с бьютиканалом связано, а очень напрямую, вот это все происходящее в мире, меня это, каким образом, там, затрагивает какие-то вещи, я не хочу, чтобы меня касались, и затрагивали, соответственно, я от них отдаляюсь, да, я занимаюсь там больше собой, своими какими-то делами, и мое понимание, что то, как раньше, это, ну, так быть не может, делать вид, и пытаться дальше как-то еще играть, ну, для меня всегда очень тяжело было делать вещи, или даже не то, что делать, а как-то принять вещи, которые не имеют смысла, и вот если что-то для меня не имеет смысла, вот как, например, что-то делать, или еще что-то, я не смогу, я, допустим, смогу себя там на уговорах, или на чем-то еще, наверное, ради чего-то, или вот так, ну, давай, ну, получается же, и это еще какое-то время идет, и ты вот в этих сомнениях, сомнениях, а потом просто все, дальше уже не можешь, дальше уже эти какой-то новые интересы, и так далее, то есть, как раньше мы уже не живем, мы уже не такие, как раньше, соответственно, даже, и мы не покупаем, как раньше, Если вы покупаете так, как раньше, наверное, вам кажется, что ничего не произошло, и что были, да, какие-то моменты, а сейчас у вас все. Да, был момент изменения, и после этого момента изменения вы уже немножко другой человек. Ну, знаете, как бы часы могут оставать там на ноль-ноль-ноль-ноль сколько-то, да, и, ну, например, вот дни тоже у нас в природе нет же ничего такого точного, да, 24 часа это не точно, это наше с вами такое человеческое для того, чтобы мы могли это вот измерять. И все это, например, та же цена, она тоже где-то вот условно, и вот ее как-то вот так назначают и по рынку, и по там сколько было вложено, и сколько чтобы был профит, но это тоже какие-то абстракции человечеством придуманные. И поэтому у нас есть там високосный год, когда там хоп, и мы берем то, что мы придумали, мы это немножко как-то компенсируем. И вот у нас у всех в жизни вот эти какие-то компенсации или вот пересмотры, или даже как бы мировоззренческие смены происходят. И также это еще связано с возрастной психологией. И давайте уж раз мы туда это и идем куда-то, даже если не уходить еще в возрастную психологию, в общем, я расскажу, чем я и занимаюсь и занималась, если вам тоже было это понятнее, откуда там ноги растут, к чему, почему я вообще об этом говорю здесь, да, потому что я здесь говорю обо мне. А эта часть меня, это то, что из меня не выкинешь, и даже когда я рассказываю о бьюти, ну, это все равно я, да, состоящий из этих кусочков. Что есть же тоже моменты, когда ты очень долго чем-то занимаешься, и когда эта тема исчерпана, ну, там либо какое-то новое вдыхание начинается, что-то новенькое, либо это просто заканчивается, переходит во что-то другое. Итак, я консультирую, как мне тоже вот эту историю начать, потому что сейчас я консультирую совсем не так, как я консультировала, когда я только начинала. И это тоже была, это не очень как-то вынужденная история, но в некотором роде. То есть я как бы вообще в жизни об этом подумывала, и даже вот бьюти-канал меня очень сильно подталкивал на то, чтобы консультировать людей. То есть меня же все время спрашивали советы, и меня немножко это, я не знаю правильное слово, меня это смущало. То есть я думала, зачем я не доктор, я не собираюсь никого консультировать, не буду никого лечить. Хотя я понимала вообще отчетливо, что если поставить какую-то очень адекватную цену, и я действительно могла бы помочь человеку разобраться, то как я вот для себя это делаю, так же просто хоп, раскидать как бы уход, сделать это так, как нужно, и человеку было бы проще. То есть все были бы от этого довольны, но мне это было неинтересно. Мне неинтересно было вот именно там в банках или в чем-то еще разбираться, потому что это тоже нужно было бы, во-первых, с человеком первый контакт наладить, посмотреть, что там. Во-вторых, выявить все, что человек думает, что делает как правильно, что у него есть хорошие результаты, а на самом деле просто не замечать, что делает как-то по-старому, а думает, что что-то там новое. Может, там человек недостаточно хорошо умывается, а ждет каких-то хороших результатов. То есть это прям такая глубинная работа, и там нужно было бы, допустим, вести человек там месяц или еще там сколько-то. И там, а как у вас что, а давайте вот, может быть, это поменять, может, еще что-то. Поэтому это было всегда для меня несоотносимо, но я понимала, что люди задают такие вопросы, которые уже как бы типа личная консультация. То есть я не смогу ответить вам лично, но так как будто бы типа для всех. И плюс, чтобы мне ответить вам лично, я должна знать, что у вас конкретно. Вот, например, задала девушку вопрос, какой ретинол самый мощный. И у меня сразу там, так, давайте мы определимся, что значит мощный. Мощный, что он кожу сразу сдерет, и она будет долго расти. Или все-таки он должен быть не настолько мощный, но все-таки достаточно активный, чтобы вы увидели результат там после первого применения. А какой результат после ретинола первый? Там шелушение, покраснение и так далее. Ну, высушивание. То есть нужно очень как бы точно определить, что человек хочет, а какой результат, там какую сумму затратить и остальное. Вы понимаете, как бы если очень просто к этому подходить, то, наверное, а, да, давайте на месте разберемся. Я, ну, не могу просто так подходить. У меня сразу, видите, как эта башка там начинает варить. Она складывает там какие-то схемы. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, как бы, как вот эту вот затрату, всего вот этого, вовлеченность, соотнести там с какой, с каким-то финансом, сколько это должно стоить и вообще. И плюс это вот из бьюти-темы забирает легкость. Для меня бьюти-тематика это про легкость. И тоже, кстати, очень важный момент, потому что та другая моя деятельность, она нелегкая. То есть она очень трудная с точки зрения такой, ну, давайте писать очень простое слово, замороченности. Там надо очень много думать, очень много заморачиваться. И чтобы консультировать людей, это, ну, это и сосредоточенность, это и очень внимание такое, сильно сосредоточенное на чем-то собранное. Это и аналитика, это и необходимость очень быстро мыслить, это и сострадание какое-то, это и, ну, то есть когда ты человеку можешь сопереживать и как бы подобрать именно где-то нужно жестко. Потому что человек без жесткости, он не сможет, знаете, когда вот вы сидите на стульчике, и он вроде бы вот так вот качается, и там одна ножка подпилена. И вот вам, чтобы встать с этого стула на какой-то хороший, классный, купить, надо, чтобы тот сломался. Потому что иначе вы будете так бояться, так бояться встать с этого стула. И вот иногда, хоп, там, эту шатающуюся ножку человека убираешь, человек упал такой, ой, а как классно оказывается, побегу за другим стулом. А есть другие ситуации, когда наоборот, человек настолько вот, ну, вот он настолько стоит неуверенно на том, что сейчас у него, что ему очень важно именно достроить еще там сколько-то ножек под его табуретку, чтобы он уверенно встал, посмотрел, что происходит, и потом сделал какой-то свой выбор. То есть это очень такой, это, ну, сложная деятельность, так скажем, да? И вот когда ты в этой сложной деятельности кепят мозги и остальное, то выйти вот в эту легкость и в какую-то бьюти-тематику, где-то пошутить, где-то побыть вот, ну, какой-то вот такой безумный, вот, ну, насколько это возможно, ну, вот, ну, это нужно. И для меня бьюти-тематика это одно из, ну, одно из. Почему? Во-первых, это, ну, как-то, каждой девочке на заметку, женщина, там, через свое тело, почему мы вообще это вот так вот любим? Мы очень многое постигаем, да? Мы и расслабляемся через него. Запахи, какие-то вот прикосновения к себе. Почему? Вот этот массажер, он вот так массажирует, а тут еще ток, а тут еще вот это. И это все очень сильно завязано на нашу биологию и на социум, потому что, с одной стороны, с биологической точки зрения, ну, как бы, вот эта вот необходимость как-то выглядеть, показать, что ты там, говорит, продуктивен, прекрасен и так далее, нравится. Ты же тебе нравится, когда ты нравишься. А с другой стороны, ну, как бы, мальчики, если кто-то смотрит, у вас там что-то немножко другое, да, но у вас точно так же есть история, про что вы кому-то нравитесь, да? Это тоже приятно. Я просто сама девочка, и сегодня видео обо мне, и я говорю о себе, да? И вот это, с одной стороны, это биологическая штука. Кому-то нужно биологически чисто решить историю про то, что надо с кем-то быть, мне хочется, мне там хочется любви, отношений, мне кажется, что если я там о себе забочусь, то я хорошо выгляжу и как бы с кем-то познакомлюсь. На самом деле, это немножко другой процесс, потому что, когда вы занимаетесь собой, вы в себя уходите, вы становитесь более собой настоящим человеком, какой вы есть. А когда человек истинный, искренний, настоящий, он красивый. Мы всегда очень любим не типичность, а какую-то искренность, истинность. Когда, знаете, человек как-то проявляется, может даже странно, но это вот он, и вы, а, ну он такой. И вот как бы он в своей искренности, он интересен. Может быть, это даже вызывает у вас какие-то странные чувства, там, не совсем приятные, но это какие-то чувства у вас вызывает. Это, кстати, очень такая непосредственность, знаете, иногда, потому что дурачок, что ли, что не понимает, что здесь так себя вести. А он такой какой-то вот с какой-то вот легкостью, вот этой вот дуринкой себя вот это ведет. И в людях это иногда вызывает некий такое сопротивление и негатив в плане того, что вообще бы тоже хотелось бы расслабиться, но вот уже хочется тоже вот так же вот расслабиться. Вот это, а не можешь, потому что, ну так не принято, а что, какие последствия будут. И вот тот человек, который как бы так себя не ведет по правилам, он вроде как вот, ну он выбивается, и поэтому он нам не очень нравится. То есть, может быть, нам тоже бы хотелось, но это какое-то непонятное, это очень нестабильное, и как бы другие люди, они что-то там могут подумать, и они подумают, они еще что-нибудь сделают. Ну и как бы ты, может быть, лишен каких-то там, не знаю, привилегий, внимания, там на день рождения тебя не пригласят, подарок не подарят, на свидание не пригласят, там на работу, на какую-то там по знакомствам тебе не удастся попасть, потому что у тебя знакомств нету, да, и как бы в коллективе тебя, потому что ты такой странненький вроде как не ценит. То есть, есть вот эта вот необходимость внешне-внутренне уравновешивать и где-то вот быть собой, и вот эта вот тема бьюти, тема тела, которая нас к себе возвращает чисто физически. Ну как можно не вернуться в свои ощущения, когда тебя, например, там жарят в сауне? Ну сейчас кто-то что-то не то подумал, но вы подумали то, что вы подумали. Жарят тебя пар. Пар и веник. Ну, например, да, в бане, в сауне это пар или там, например, температура высокая, или там еще есть же у нас турецкая сауна, где вот это вот все, или массаж, например, вам делают, и даже какой-то иногда болезненный. Ну как вы можете о чем-то думать в этот момент, там о кастрюлях или о чем-то, что там у вас любви хорошей нет, вы не реализованы, а когда же ребенок, а вот что же уже есть этот ребенок, что же теперь с этим делать? То есть у женщины все это все время крутится, да, и момент вот этой остановки, почему вот важно бьюти, тематика. Что это в том числе там в моей жизни, да, это очень важно, это такое, через что можно остановиться, к себе вернуться и так далее. Это уже даже я вам чуть-чуть рассказала о том, что я клиентам как даже некие советы по выходу из каких-то штук говорю. Рекомендуюсь, можно так сказать. И я изначально, уж так это возвращаясь ко мне и так далее, вообще-то все, конечно, все это и о бьюти, и обо мне, и о том, что происходит, но просто есть еще момент какой-то исторической хронологии, я буду иногда вот так вот входить в это. Изначально, изначально, вот я вам говорила про консультации в теме бьюти, что я не хотела их делать, и я тогда поняла, что чтобы как-то это прекратить, нужно просто сделать эту консультацию какой-то, ну, недоступной. И я тогда сказала, ребят, хорошо, вот за 150 евро я готова провести вам консультацию. Если у вас есть личный вопрос, и вот он настолько вот пипец, вы никак не можете, то есть вам не просто поразвлекаться, да, а вот вам именно прям истинно, искренне, вы считаете, что только я могу вам помочь, как-то некоторые писали, последняя надежда, можете только вы помочь мне разобраться и так далее. Ну, это тоже такие как-то манипуляции, чтобы я без осуждения у всех своя какая-то ситуация, просто, ну, на меня не действует такое. И на самом деле, вы не поверите, но находились люди, которым за 150 было нужно, да, то есть как бы, естественно, что это, ну, просто вот, ну, единицы это там, и все. Но и такое находилось, так это было дело, ну, меня не напрягло, так скажем, да. И дальше я, находясь в своих каких-то поисках по жизни, ну, там, что я, кто я и так далее, мне был интерес в каких-то моментах разобраться, и я поняла, что я в этой теме сама разобраться не могу, ну, то есть там сложно было, и я пошла на консультацию к онтопсихологу, потому что мне попала в руки книга по онтопсихологии, которая мне показалась интересной, но так действительно там не разберешься. И вот на этой консультации, ну, мне просто четко были какие-то вещи определенные показаны. Просто я что-то не хочу в какие-то детали уходить, это какая-то надолго будет история. Я хочу что подчеркнуть этим, что был момент, когда мне как бы сказали, что ты не сможешь избежать консультирования. То есть ты, конечно, можешь там говорить, что ты не хочешь, там, еще что-то. Вот ты уже просто вот иди туда, и вот начинай этим заниматься. То есть ты просто вот подбери такой вариант, при котором вот все будет нормально. И в тот момент я еще занималась немножечко для одного стартапа, HR это называется, да, то, что связано с подбором персонала, ну, и так как это в конце встречи еженедельный, там, что-то сказать, какие у нас хорошие, какие у нас там еще моменты, подбодрить, тролливали, вот такой какой-то вот был момент, когда был нужно, я этим занималась. И, соответственно, я уже тоже понимаю, что, наверное, действительно меня будет как-то, ну, пинать моя какая-то, ну, может быть, и внешние обстоятельства еще есть. Знаете, это всегда совпадает с некой внутренней необходимостью. То есть почему мне сказали, что мне нужно идти консультировать, потому что как бы вот такой склад у меня, ну, как бы ума моей личности и всего остального, что, как я, кстати, тогда мне так это не сказали, но сейчас уже годы там спустя я понимаю, что это мой способ исследования мира и что действительно консультирование мне принесло очень много той информации, которая дополнила утренний пейзаж. Это как вот вы, например, когда вы задавали мне вопросы о бьюти, я могла в них глубже войти, в эти вопросы, потому что у меня, например, такой проблемы не было, а вот действительно задает человек вопрос, а вот, ой, интересно, а вот так вот действительно еще как? И вот начинаешь там книжечки поднимать, что-то еще это, а еще новое в голове складывается. И вот от этого я кайф получаю, да? То есть мне как бы вот инпуты извне тоже нужны. То есть какой-то вот там те же, поэтому я и с большим удовольствием на какие-то вопросы прям отвечала. Те, которые предполагали, знаете, наверное, то, что какая-то есть мини-лекция. То есть я люблю читать лекции. Ну, вот обожаю. Вот прям вот это вот мое дело. Вот опять же, да, мой склад какой-то личности, вот это вот то, что люди все время, как найти себя? Вы уже кто-то, вам просто необходимо, ну, заниматься тем, подо что вы каким-то образом устроены. Я, опять же, вот это видео, больше там вот это обо мне, вот это видео тематики, я не буду уходить в детали, как это для этого. У меня есть отдельный телеграмм и отдельный ютуб, где я вот тут только по тем тематикам глубоко ухожу и так далее. Здесь я, опять же, потеряю легкое. Здесь мы сейчас с вами про мозги начнем говорить, про те поля под поля и так далее. Но как бы это существует, это все вот так, то есть это на чем-то базируется, да, это не какие-то такие мои фэнтези-рассказы. И это как раз интересно тем, что вот эти базы, там сборки-пересборки. И вот вначале, то есть я начала заниматься там образованием в этой сфере, потому что одно дело, когда у тебя есть к чему-то способности, и ты к этому предрасположен и так далее, и совсем другое дело, это некий опыт. И плюс есть еще такая штука, вот психотерапия, например, называется кадр, да. То есть как будет выстроено правильно вот этот кадр, в котором вы находитесь с клиентом. И вот тоже интересный момент, когда при обучении, консультированию, ты как-то приобретаешь какие-то свои навыки. Например, когда у меня была самая-самая такая тестовая консультация, ну, естественно, это еще на обучении. Я не знала, мне нужно записывать то, что человек говорит, или нет. Но у меня было подозрение, что, наверное, я хочу делать записи. И вот как после первой консультации тебе понятно, как тебе лучше, как тебе хуже и так далее. И потом идет очень много этих тестовых, они не тестовые, они на самом деле настоящие, но это со своими коллегами по обучению. То есть много людей там вот было, именно тех, которые вместе с тобой обучаются. Много в плане, что они разные, разные. То есть это не твои там друзья-подруги, с которыми у вас, может быть, общие какие-то интересы, или вы так друг друга знаете, или еще что-то. И вот как бы много разных интересных людей и с интересными запросами. Но там тоже, когда ты в обучении, глубина такая, ну как, люди тебе далеко не все рассказывают. И, соответственно, тоже вы, кто-то уже заметил, кто-то, может быть, у вас такого нет, но большинство людей сталкиваются с тем, что чем там старше и так далее, опытнее, тем меньше вы можете рассказать своим друзьям глубины, чего у вас там происходит. Может быть, какие-то есть отношения, где там вообще все без купюр. Но, например, такой пример. Он, кстати, тоже с некой бьюти-тематикой вот с этой вот связан. Как бы говорить там людям о том, сколько стоила твоя косметика, или не говорить. Потому что некоторые там, вы знаете, что у них, допустим, ваши друзья там со школы, оно у них вот финансовая ситуация другая. И вы там подумаете, вот у вас там повышение по работе, а человек вам рассказывает, что вот что-то в этом году, или там как-то это, мужу не дали премию, и поэтому они там не могут куда-то поехать, а вы-то как-то уже хоп, и язычок-то прикусили. То есть вы не можете раскованно и спокойно человеку сказать о том, что у вас вот на самом деле все хорошо. То есть вроде как неуместно. И это уже все равно накладывает какие-то ограничения на ваше общение. Плюс, когда вы, например, очень успешны в карьере, а вот ваш друг, подруга, они вместо карьеры как бы семьей занимаются. И вот как бы когда вам жалуются, например, на семью или там на свою работу, человек, который не занимается карьерой, а занимается семьей, то вам, как человеку, занимающемуся карьерой, ну такой пример мы просто взяли, возьмите какой-нибудь другой. То есть, например, вот вы хорошо умеете пить пирожки, и вы шеф-повар. Вы шеф-повар, вы мишленовский. А кто-то, вот вы учились там в одном технике, а потом вы стали мишленовским поваром, а ваша подруга, она до сих пор делает ватрушки для какого-то ларька. И вот начинает жаловаться, вот там есть что-нибудь, начальник не то сказал, вот пришел какой-нибудь молодой, говорит, что ватрушка надо так вот это, а вы там с вами в мишленовском вот это понимаете уже, ага, если ты не хочешь, чтобы у тебя был такой начальник, ну ты вот на этот курс сходи, вот это вот то-то-то, и ты уже будешь в другом месте, вот таких проблем не будет. Что ты вот вообще маешься с этим? А как бы, ну, вы же друзья, а как вот это вот будет соотнесено? А? То есть, вот это вот как бы, как это поженить друг с другом? И вот тоже интересный момент, когда я, например, вот я такая, и у меня все вот так, я вот вам показываю, косметика использую вот такую, я ее использую поэтому, 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 вот такие, 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 я считаю, как бы, не знаю, позиции относительно описания косметики валидными, правильными, что они вот подходят, что на это надо обращать внимание, на это не надо обращать внимание, что вот это вот будет работать, Вот это хрень, несмотря на то, что красивая покупка или еще что-то, а кто-то вот совсем другой, и мы, находясь с вами так вот по разной стороне экрана, с кем-то мы совпадаем, с кем-то не совпадаем, и вот это вот угодничество, когда я буду очень усредненно обо всем говорить, но я, допустим, никому, как это, не наступлю на какие-то очень нежные такие места, и вот людям кажется, что когда ты снимаешь видео, есть люди такие, вот опять же, которые им кажется, что ты к ним лично обратился, что ты, например, им лично что-то сказал или еще что-то, и они как-то имеют на это какую-то реакцию, да, и это такое еще тоже интересное взаимодействие, это, ну, в профессиональной точке зрения, там, как этот консультант по психологическим вопросам, я называю себя консультантом в сфере психологии, то есть от слова психолог я ушла, где-то около чуть более года, я занимаюсь другим типом консультирования, это все психологическая сфера, но это не классическая психология, то есть истории, где мы сидели и разбирали там маму, папу, там и остальное, вот неврозы классические, а она как-то за пару лет, мне очень сейчас трудно, я что-то с этим, со временем, сколько что лет, когда, потому что вот когда вспоминаю, что пандемия когда была, это еще был какой-то, что-то 18-19 год, и уже что-то, уже получается, что, 4 года, что ли, прошло, да, и сколько в этом, где, когда, ну, я предпочитаю просто в этом не думать, для меня это не так важно, да, как бы, вот поэтому вот здесь вот, что-то не помню я, за какое время, очень как-то быстро стало, мне неинтересно банальные кейсы разбирать, они очень типовые, да, там есть результаты, тебе очень приятно, когда ты видишь, что человек разобрался со своим проблемой, у него этих проблем больше нет, то есть раньше его это парило, а теперь не парит, да, и там приятно, когда тебя рекомендуют, там, или еще что-то, и когда кто-то там тебя профессионально признает, ну, конечно, да, но потом ты понимаешь, что это, конечно, все здорово, но ты вот, опять же, за то, что просто тебя бы рекомендовали, признавали, или еще что-то, ты уже как бы, ну, не можешь за это работать, понятно, что, конечно, я деньги беру и брала, и то, что это было интересно, что сначала, вроде бы, когда ты начинаешь, так, как бы, берешь небольшую сумму, но вроде бы ты начинающий, и как бы, что-то, как-то очень много сразу людей, как-то так было, что пришло, приходилось как-то поднимать, 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 а вот, когда ты консультируешь людей, Это очень интересная фигня по поводу того, что ты деньги берешь как бы не для себя, а скорее с человека. И для него должна быть такая сумма, которая для него действительно означает, что он в себя вкладывается. Вот как ни странно, вот про косметику, не знаю, вот может быть здесь есть какая-то корреляция с этим, что, допустим, человек не готов серьезно там решить свою проблему с кожей. Ну, например, да, а просто что-то вот это вот, а это как бы помолодеть, а вот куча косметики вот тут вот это, а тут вот за такую цену куча скидки, можно вот много вот этого накупить. И как бы какая мотивация стоит за тем, как мы покупаем вообще косметику, да, как мы принимаем решение, как мы будем ухаживать за кожей. И вот тот человек, который принимает решение, что ему уже надо бы разобраться, потому что вот это вот безумное там слушание то одного консультанта из бренда, то еще у кого-то, то там каких-то, ну, не знаю, знакомых, даже блогеров, еще как-то, покупать то, что другие советуют. Это как бы приводит к тому, что результаты, ну, не совсем тебя удовлетворяют, потому что ты вроде бы как бы себя-то не слушаешь. Да, ты можешь как информационный какой-то источник использовать другого человека, но как бы в итоге ты являешься судьей и тем человеком, который должен из взаимодействия с банкой вынести опыт свой личный. И потом, когда вы вынесли сколько-то опыта и вы потрудились запомнить это, это не какой-то невероятный труд, но это вот необходимость, я соотачу на этом внимание, потому что поэтому мне казалось очень каким-то правильным, хотя я никогда это не советовала, когда мне писали в комментариях, что я делаю конспекты по вашим видео. И я думала, какие молодцы. То есть, когда ты записываешь, у тебя в голове логика простраивается, ты начинаешь понимать, и тебе к этому видео, может быть, не нужно уже возвращаться, ну, посмотри его там два-три раза. И как бы почему три раза? Это опять же первый раз, когда мы что-то там читаем, слушаем, смотрим. Это просто событийный ряд, да, что было зачем. Второй раз, когда мы что-то там анализируем, например, вот это вот первое и второе, это как дети воспринимают, да. То есть, дети могут там, колобок пошел и все остальное. Когда мы взрослые читаем, мы уже понимаем, что как бы между колобком и бабкой с деткой были взаимодействия как бы детско-родительские, это что-то означает. Поэтому им было горько, что он ушел, но мы при этом его понимаем, что он был такой вот, ну, самостоятельный, он вырос, ему уже нужно было в свою дорогу уйти, а ребенок этого еще не понимает. То есть, вот это вот первый слой, потом идет этот второй слой, и есть еще третий слой, когда мы вот как-то еще смотрим, а что же этим хотел сказать автор, да. То есть, второй слой этих отношений, вот это вот все. Поэтому, ну, для того, чтобы что-то хорошо в какой-то теме там разобраться, три раза вот примерно вот такая вот тема, как это устроено чуть-чуть. И вот когда с таким подходом люди, и потом они писали, что, блин, а я вообще сейчас уже сам эксперт, сейчас сам своим знакомым рекомендую, какой уход подобрать, потому что из-за вот этой вот подкованности возникает уверенность, и вам настолько это просто легко становится, по жизни многие вещи, да, но этим тоже, опять же, нужно заниматься, в уходе то же самое. То есть, это просто вот этот подход, это то, как это развивается сначала ты в этом ребенок, ты вот интересуешься, там еще что-то, все там такое красивое, звонкое, и тебя там отвлекает, интересует. А потом, сейчас уже, наверное, имеет смысл сказать уже и о возрастной психологии, раз уже я вам сказала, что я занималась психологией, и да, у меня есть дипломы, сертификаты и все остальное, и там самое интересное, что когда у тебя есть основной диплом, потому что ты, и причем я, знаете, это мое второе образование, поэтому я получила гораздо быстрее. То есть, я изучаю это там достаточно какое-то длительное время, и вообще интересуюсь этой тематикой, изучаю, как мозг работает. Еще до того, как я поняла, что если я буду этим заниматься, ну, наверное, надо как-то все структурировать. И вот там мне был выдан, как называется, силабус, вот все, что надо пройти, да, и потом, поэтому ты просто как бы сдаешь экзамен, там эти тестирования, пишешь какие-то работы, то есть, в зависимости от того, чего там, где есть. И вот если ты сделал сразу, то, в общем-то, и все равно, да, как бы, ну, тебе и сразу и выдадут этот диплом. Ну, как бы, то есть, у меня это заняло меньше, именно вот психологический диплом. Есть дипломы, которые у вас, как это сказать-то, они выдаются долго, то есть, там, допустим, ну, год где-то, там, где-то два-три. Почему? Потому что там есть практика. То есть, это не просто то, что ты знаешь, теорию сдаешь, или там даже работу написать, ну, какую-то, это недолго. А тебе нужно часы практики нарабатывать. И там есть момент, что там сколько, надо там час провести, там, в какой-то консультации. Час вот в этом, час вот в том. И вот это занимает время. И вот там были такие обучения, которые вот такое вот время, конечно, занимали. И потом дальше это уже идет, как некое, знаете, шлифовка, совершенство, не знаю, в плане того, что очень много каких-то дырочек, которые должны быть закрыты. Вот то же самое про косметику. Ты в какую-то базовую идешь, канву, про то, что, ага, вот тут есть какие-то ингредиенты, они вот так действуют, они обязательно должны быть. А потом ты уже начинаешь, ну, какая-то история про, что большие камни положил, потом там мелкие камни, потом песок, потом еще там вода и вата, и еще что-то такое. И вот это то же самое было. И вот к какому-то моменту, когда я пришла, что вообще основа моего консультирования изначально это онтопсихология и психоаналитическое консультирование. Психоанализ это другое, но из теории психоанализа, кстати, очень много разных школ психоанализа, вот эта французская школа психоанализа, где я как раз училась, очень мне, ну, понравилось, мне прямо это зашло, поэтому это основа моя была, да, вот как бы онтопсихология и психоаналитическое консультирование в рамках этой французской школы. Много-много очень всего интересного, это с времен Фрейда много изменилось. Это как-то вот все это складываешь, 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 и потом еще, я просто немножко говорила про образование, как эта вот информация нарабатывается. Потом идут какие-то очень, может быть, нетипичные истории про, то есть вот есть эта классическая психология, да, вот как бы то, что близко, там есть какие-то теории, там есть еще что-то, там это все разложено, и это уже многие годы практики, а есть какие-то течения, которые тебе дают что-то дополнительное, дополнительные, но они скорее как что-то вот финтифлюшки и украшательства, которые какие-то, ну, может быть, моменты, которые... Вот давайте так, вот когда вы начинаете разбираться в бьюти-тематике, есть какая-то база, какой-то основы, как все устроено, вот кожный барьер, там, из чего состоит, как вот эти вот слои кожи, там, какая жирная кожа, какая сухая, как это все происходит, что использовать, когда кожа высохла, что использовать, когда она там слишком жирная, как быть скомбинированной кожей, что делать, когда у вас прыщ, что делать, когда у вас, там, пигментация, что делать, когда у вас такой прыщ, когда сякой прыщ, и вот так-так-так-так-так-так, вот базовое образование, оно вот это дает. А потом, когда ты практикуешь, в том числе косметику, ты понимаешь, что, несмотря на то, что знаешь, витамин С это хорошо, а вот на какое-то средство, например, оно тебе не подошло, И причем, что ты чуть дольше разобрался, ты уже понял, почему не подошло, да, то есть, допустим, тут текстура, там, какой-то, витаминцы хорошо, а силикон тебе, там, димитикон, он, наоборот, поры забивает, и ты начинаешь в этом разбираться. И вот для того, чтобы понять вот именно то, что вот в твоей практике с тобой происходит, какие-то кейсы ты начинаешь выяснять, тебе нужны вот эти дополнительные-дополнительные знания и данные. И наступает момент, когда ты понимаешь, что все, что как бы вот раньше это было, это, конечно, прекрасно, но нужно идти куда-то дальше. И вот то, что все есть, все твои знания, они должны в какую-то единую вообще систему и схему войти, потому что тем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что разные направления, они имеют разные тупики. Например, ты доходишь к какой-то, а как вот тут вот это решить? И как будто там какого-то ответа не дается. А ты уже там дошел до таких вопросов, что тебе нужен этот ответ. И ты идешь куда-то еще, и ты тут начинаешь понимать, что функционально нужно из каждой системы брать по блоку какому-то и делать какой-то свой конструктор. Вот и ваш уход точно так же. И точно так же вот то, что происходит со мной там и с психотерапией. И поэтому, когда я поняла, что это произошло, это тоже был такой какой-то момент очень непростой. Я очень медленно понимала, что мое старое, как это, консультирование закончилось очень медленно. То есть, ну, как бы я медленно как-то расставалась с клиентами, которые хотели долго. Что вот я не люблю, вот, кстати, и в уходе, и во всем остальном, когда ты, как это, 5 лет, но стабильно, долго. И вот мы вот одно разбираемся, мы никуда не торопимся, и все остальное. Есть люди, которые хотят просто стабильно, по чуть-чуть, как бы себя расслаблять, и там ходить на консультации. Или, например, там, ну, есть у меня крем какой-то, и хочу стабильно, чтобы у меня был какой-то крем, но иногда что-то новенькое, да. И, ну, таких вот результатов, чтобы уже все, короче, так, молаживаемся, значит, намолаживаемся. Значит, что, ретинол, значит, сейчас смотрим, какие у нас тут будут сейчас, там, негативные последствия, сколько они будут идти, какую мне концентрацию взять. И, кстати, готова я сразу пойти на тот пилинг, после которого из дома неделю не выйти, и, как бы, нужно что-то еще такое, как вторую кожу на себя наносить. Не готова, значит, а что, как я буду это делать? Вот в консультировании психотерапии есть то же самое, есть, как бы, консультанты и люди, которые хотят просто очень долго иметь процесс. И быть в нем какими-то дружественными, что у нас так вот хорошо, мы встречаемся, что-то вроде вот мы там делаем. Я так не люблю, я не такой человек, мне, ну, нужны и люди, и мне самой какой-то результат, какое-то движение. Если я этого не вижу, то, с моей стороны, получается, это какое-то будет насилие над человеком, что я буду там куда-то... Я поэтому, когда поняла, что я буду по-другому все делать, я сказала всем своим клиентам, что, смотрите, я теперь перехожу на историю про мировоззрение. То есть, либо мы мировоззренческую концепцию с вами меняем, и это, кстати, вот такой момент, когда есть люди, что они... Мы, говорят, я про детство не хочу говорить, например, мне не хочется, вот у меня есть какие-то проблемы туда-сюда. Понятно, что они связаны с теми моими представлениями из детства, могут быть связаны, да, иногда люди привязывают, на самом деле нет. Ну, может, что и не связано, может, что и связано, здесь надо реально разбираться в этом моменте. Кстати, тоже вот в уходе человек кажется, что вот я сейчас поменяла крем, все из-за этого вонючего крема. А то, что у вас был какой-то стресс, гормональный скачок, может быть, вы переехали куда-то, стали питаться по-другому, может быть, вы были на отдыхе, да, как бы... Вот не всегда то, что конкретное променялось, является причиной некой проблемы или тем, что нужно поменять в уходе. Самый прикол, что иногда нужно поменять то, чем вы умываетесь. Например, да, и тогда как это засияет все. Или, например, добавить какую-то очищающую маску, там, раз в неделю, два раза в неделю. Может быть, добавить кислоты, да, и вот именно вот это как-то все поменяет. А вы там меняете один крем на другой, что-то вот это вот такое. И в жизни точно так же. Есть люди, которые с работой или там с отношениями, вот как бы кто-то уже, знаете, иногда вот здесь вот у тебя вот это вот, ты дошел до этой точки, тебе уже надо менять. Кстати, я вам не рассказала же, наверное, я это рассказывала, может, 6 лет назад в предыдущем видео. Но сегодня будет такой долгий разговор, потому что я такие видео записываю редко, уж что записываю, так записываю. Вообще, к теме бьюти я пришла как бы из своего, естественно, собственного запроса. Я из одной страны переехала в другую. И вот мы там росли, что в солнце это хорошо, загар здорово, вот витамин D, пока лето, надо загорать. И для нас это было всегда здорово. Почему? Ну, как для меня. Мои предки жили там на той примерно территории, с таким же климатом. И, ну, тело так сформировано, и мы так культурно к этому как-то относимся и так далее. Плюс это постсовковые, поехать на море, сначала это могли делать только, либо какие-то очень, ну, за границу поехать, какие-то высоковоставленные люди, или кому было можно, потом очень богатые, потом еще что-то. И вот это какие-то ассоциации. И поэтому, когда переезжаешь там жить, где куча солнца, вообще другая какая-то там климатическая ситуация, то не особо заботишься, не кажется, что это как-то плохо. Наоборот, здорово, хорошо, там каждый выходной море, много солнца. И у меня цвет кожи был, вот, я пользовалась тональным кремом, и у меня кожа, ну, короче, за 5 лет она прожарилась настолько, что уже даже за, ну, за зиму или еще что-то, она уже была вот не вот эта белая. И я, когда уехала оттуда, у меня где-то год ушел на то, чтобы, даже, может быть, больше, чтобы вот все прожаренное, чтобы мой тон вообще стал вот этой моей бледной курицей. А, да, я когда потом смотрела, какой тон я использовала тонального крема, это просто как бы, ну, по сравнению с тем, что я сейчас, это там мулатка-шоколадка. Ну, так прям вот реально прям. Сейчас я одни из самых светлых использую тонов, да. А тогда это было ближе к середине, потому что загар, ну, был вообще постоянно, потому что ты не успеваешь за то время, когда, там, зима, идут дожди, как, не успеваешь обелеть, а в следующий год ты опять нажариваешься. И вот тебе там 20 с чем-то, и тут вдруг у тебя появляется вот здесь морщина. Вот если что, сейчас у меня ее нет. А тогда появилась, и мне это показалось очень странным. Ну, то есть, как бы прошло, там, какой-то год, и тут вдруг у тебя морщина. И мне это показалось жутко странным, я стала выяснять, я выяснила, что солнце, что надо срочно SPF, и тогда был момент, когда еще люди особо об этом не знали, и, ну, так массово, и надо мной подружки угорали, смеялись, что вот там SPF, ха-ха-ха, там, ну, что-то, что-то за фигню какую-то там придумано. Ну, то есть, как к этому относились не особо серьезно, а это оказалось, на самом деле, все очень интересно, информации было очень мало. Какой же это был год? Слушайте, вот я оттуда уехала в 2013-м, значит, это было точно до, возможно, это был 2010-й год. Вот где-то так, где-то 2010-й год, и я искала информацию всю, которая была возможна, на русском языке ее не было, то есть наши еще не прощелкали, что там есть деньги. И получилось так, ну, или как кто прощелкал, мне было неинтересно то, что они писали или делали, рынка там особо не было. И получается, что я нашла на свое счастье Полу Беган, это Полус Чойс косметика, и у нее выходило тогда шоу, ну, типа радио-шоу, там она, Брайан, еще там какая-то женщина. И вот они рассказывали про уход, они отвечали на вопросы про уход, они рассказали мне все, что мне нужно было знать. Я была в таком шоке. Это Дача Пола, она просто сейчас очень пожилая такая леди, я не знаю, сколько ей лет, она уже сама давно не занимается, ну, не брендом, ну, как бы, не тем, что она там книги пишет. Раньше она сначала писала книги, выступления, ее звали косметикап, косметический полицейский такой, что она расследовала, расследовала, и вот она изначально расследовала все бренды, что из чего состоит, писала книги, а вот потом она сделала свою косметику, и вот она обо всем рассказывала. И там все оказалось довольно просто, и это все сильно очень имело смысл. И с этого все началось. То есть, и естественно, что я очень много чего перепробовала, и уже все, что было после, оно как бы дополнение некое такое к всему этому было, потому что, да, там развитие очень серьезное было и бьюти-индустрии, и было очень серьезное, в принципе, развитие интернета, да, YouTube развивался. То есть, сначала это, ну, там было два с половиной коллеги, да, на YouTube. Поэтому, кто вот начал рано, они как раз очень, как бы, ну, набрали популярность большую, потому что они просто рассказывали о покупках, о чем-то еще. То есть, это была некая калька с англоязычного мира, и там тоже так же вот это было. А потом это все так разрослось, что история о том, что ты начал этим заниматься, даже если ты что-то делаешь очень хорошо, сейчас, на самом деле, как в любом бизнесе, этого недостаточно. То есть, там должен быть маркетинг, там должно быть, ну, много уделено времени продвижению и так далее. И тут тебе нужно выбрать, либо ты занимаешься делом, либо ты занимаешься продвижением, либо тебе нужно быть, там, это, умным относительно этого. Если уж тебе действительно это нужно, значит, кто-то нанимается, кто это будет делать, да. То есть, ну, как-то мы все с вами понимаем, хотя тоже вот это очень странно, вроде бы мы это понимаем, но мы когда смотрим, мы все равно оцениваем по количеству, по чему-то еще, по каким-то таким моментам. Хотя, если вот смотреть на результат, мы все хотим жить счастливы. Мы хотим покупать косметику так, чтобы нам было классно, расслаблено, чтобы мы не парились по поводу того, что мы слишком много потратили. Мы не парились, что, может быть, мы продешевили, лучше было бы там взять не скидку, а что-то. То есть, без сомнений, что ты живешь без сомнений, тебе это нравится, то, что ты делаешь, ты используешь то, что тебе нравится, что тебе не нравится, ты от этого каким-то образом избавляешься, кому-то это отдаешь, я знаю, что, типа, попробовал, крем не подошел, ты такой даже продают со скидкой, даришь кому-то. Ну, то есть, вот как-то у тебя это легко, и все к этому стремятся. А вот то, когда люди вот это сильно очень напрягаются, и вот надо им там какие-то результаты, чтобы можно было другим показать, что вот у меня вот это, я вот не просто так это делаю, снимаю, я что-то себе представляю. То есть, типа, я реализован. Вот людям кажется, что реализация – это как бы то, что я могу показать другим. Да, это то, что ты можешь показать другим, это очень часто не совпадает с тем, что ты себя внутри чувствуешь реализованным, что ты занимаешься своим делом. И когда ты занимаешься не своим делом, то ты себя, ну, нагружаешь, мучаешь, истязаешь, соответственно, ты начинаешь болеть. Психологически или физически, да, психосоматику мы тоже там не отменяем. И вот это такой интересный момент, когда даже вот выбирая не ту косметику, которую вы чувствуете, которую вы хотите, вы некоторым образом, ну, вступаете с собой в сделку. Такая фраза была в Новодворской «компромиссы вас догонят». Это правда так происходит, и вот это напряжение внутреннее, оно очень часто не ощущается. И люди просто его накапливают, накапливают, накапливают. Это может быть потом выражено и в каких-то проблемах с кожей, там, какие-то высыпания непонятные и покраснения, и еще что-то. Такой стресс, да, поэтому вот важность того, что бьют тематика тогда под легкой, я даже не знаю, как ее подчеркнуть. То есть она может быть «educated», да, как есть такое у меня «educated scientific guess». «educated» такой вот. То есть я предполагаю, но на основании определенных фактов и знаний, поэтому это предположение с очень большой долей вероятности верное отрабатывает так, как я предположила. И вот можно так подходить к этому, и тогда я выбираю, что я хочу, но на основании того, что я знаю. Либо, ну, как бы вечная тревога за то, что, а вдруг я что-то не то, а вдруг это что-то не так, а вот я сейчас попользовалась, мне опять не те результаты, а вдруг еще что-то. Мне не хочется уходить в эту глубинную тему того, что под тем же бьюти-миром стоит невероятная такая история про страх. Вот в английском языке у них такое «scaremongering», такое что-то есть, да, «scaremonger». Когда человека запугивают, чтобы его в чем-то убедить, или что-то им продать, или еще что-то убедить. Индустрии мы тоже с вами видели, что начинают там пугать. Ну, первое, что вот какое-то, я вот так еще могу вспомнить, что вдруг начали говорить, что целлюлит – это плохо. Все жили-жили, не знали, что такое целлюлит. Ну, у всех было по-разному. А тут вдруг начали с этим бороться, потому что появились какие-то спа, появились какие-то тренажеры, там что-то такое, видите, вибрирующее, трясущееся, для того, чтобы, ну, типа тебя сделать стройной и красивой, да, то есть есть какая-то, у тебя есть много времени, тебе нужно, тебя нужно чем-то занять, твои денежки нужно забрать, соответственно, придумывается какая-то концепция, как вот тоже что-то из самого такого крутейшего, это что надо женское лицо брить. А это было так популярно, это когда что-то кто-то началось, это столько там действительно было этих просмотров туда-сюда, и когда я, мне стали спрашивать, Юля, что вы думаете по поводу бритья, вот это тоже интересный момент, что как бы я, не следя за вот этой вот темой там, от подписчиков тоже очень много узнавала, и как бы, ну, идешь, смотришь, и думаешь, а о чем вообще там речь-то, и вот девочка рассказывает, что я, говорит, думаю, вот у меня мужчина вот так вот проведет, а у меня там, фу, а у меня пушок, пушок, как у персика, о боже, нет, это, боже, думаю, какой пушок, как у персика мужчина проведет. Вообще, если знать физиологию, что мужчины вот не такое вот чувствительное вот здесь вот на пальцах, что вот они вот этого не чувствуют, и вообще они многих деталей просто не замечают, не видят. Вот история то, что у тебя лак другого цвета или еще что-то, то есть это может заметить только мужчина на это натренированный. То есть, например, это визажист, да, то есть у которого внимание натренировано на вот эти детали, как что с чем соотносится. Или вот он такой вот, ну, от природы занимается женщинами, что что-то он там делает. И вот он изначально такой вот более интересующийся вот этими вещами. Ну, то есть это кто у нас? Опять же, это визажисты, парикмахеры, то есть люди, которые выбирают что-то такое, модельеры, может быть, даже фотографы, но это очень маленькая популяция мужчин. Да, то есть это очень-очень малый процент, да, соответственно, вот это все, твой бойфренд вот это, господи, никто тебя не будет вот это вот гладить, я даже не знаю, подружка твоя будет вот этот, кроме тебя вот это вот будет кто-то там, есть опушок или нет. То есть этот бред, который вообще существует, и я потом увидела как бы еще и глубину бреда, когда все начали добавками баловаться, и что ладно, ты сходишь, дашь анализы, и ты с доктором с каким-то, на основании того, что у тебя есть, выстроишь себе схему. А была же тема, когда кто-то выкладывал, а вот знаете, я принимаю вот такие витамины, вот такую схему, принимайте и вы. Я когда поняла, что есть люди, которые делают вот так, и это люди, которые также занимаются вот бьюти-сферой, какие-то дают советы или еще что-то, я была просто шокирована. Ну, то есть мне казалось, что если ты вроде бы как бы имеешь некую, ну, внутри схему, по которой ты мыслишь, как ты делаешь выборы остальное, то ты никогда не засунешь в свой организм какой-то набор таблеток, не посоветовавшись со своим организмом, хотя бы не сдав анализы, как у тебя там, тебе это вообще нужно или нет. То есть той девочке, которая, мы не знаем, как она питается, мы не знаем, где она живет, то есть опять вот витамин D, ну, например, я когда сдавала анализы, я говорю, давайте витамин D, а мне доктор говорит, не сдавайте витамин D, в наших широтах ни у кого нет недостаточности, вы просто потратите деньги, потому что у нас этого нет. То есть у нас вот так, какое-то питание, все остальное, у людей нет недостатка витамин D, в других местах он есть. Соответственно, как это всем витамин D принимать, скорее всего, он как бы нужен всем, его не хватает в коже, там где-то еще, сейчас, кстати, интересно, что больше с витамином D появляется каких-то уходовых средств. Проверить это тоже стоит, потому что это важный такой витамин, там даже в какой-то момент гормон, у негормон, тоже стоит. И как бы, когда понимаешь, что есть какие-то вещи, которые, ну, они заслуживают какого-то внимания, а есть вещи, которые они сразу же, ты видишь, что внимания особого какого-то не то, что не заслуживают, они даже пугают. И вот после этого мне стало тоже понятно, что пора отдаляться очень сильно от вот этой вот истории про то, что кто-то там что-то про бьюти рассказывает и не знает границ в этом. Потому что начинается, знаете, какая интересная история, когда, там, например, визажисты учат личной жизни. Мне это показалось странным. Опять же, это, наверное, правильно с какой-то точки зрения, с той точки зрения, что, может быть, у этого визажиста, ну, что-то окей с личной жизнью, и она, наверное, что-то может рассказать, и тем, кому не окей, то есть это даже поможет. Но вот просто началась история про вот этот кросс-кросс-кросс, что теперь тот, кто у нас говорил про уход, начинает, как это, ну, может, еще там одежду продавать, или еще что-то, еще какие-то, еще какие-то, какие-то. И знаете, иногда это прикольно, а иногда это очень странно. В плане того, что ты понимаешь, что это сделано уже не очень искренне, что, например, бьюти – это была твоя тема, а вот это все остальное, оно уже как некое такое развитие. Это вот я что вам сейчас тут рассказываю, для чего это вообще, что за хрень, что это такое несу? Это мои впечатления о том, что происходит вокруг, и о том, почему какие-то темы сейчас, мне кажется, поднимать немножко странно. Что еще произошло? Это, может быть, я вам не сказала, что я зашла, посмотрела на те подписки, которые у меня были раньше по теме бьюти, и я посмотрела, как за 5-6 лет, что произошло. Один канал вообще полностью исчез, то есть как бы там есть канал, а никакого контента нет, то есть, наверное, девочка ушла. Очень многие из того, на кого я была подписана, они просто последнее видео было 3 года назад, там 5 лет назад, 6 лет, то есть люди прекратили этим заниматься. И есть те, кто развился в какое-то что-то другое, то есть они, например, выбрали точно тематику. То есть раньше у них там было и бьюти, и то, и сё, а теперь они только вот так вот влоги делают. Просто даже несмотря ни одно видео, сразу видно, вот тем, заходишь на канал, чтобы, например, отписаться или подписаться, я делала отписки, массово там чистила, смотришь, какие темы, о чем рассказывают. Кто-то ушел про рассказы про свою личную жизнь, про декорирование там, про детей и остальное, они что-то вот такое выбрали и остались в этой тематике. Так вот, чтобы вот в бьюти, в основном, это бы остались только те, кто изначально, ну, это иностранцы, иностранки, иностранки, и они как профессионально этим занимались. Ну, то есть, например, там Кролайн Хайронс, да, там у нее вообще там огромное развитие во всем этом прошло, а там Science Lab, я не помню, как она, по-моему, так она называется Science Lab, что-то там такая девушка-азиатка была, Мишель, по-моему, тоже она все то же самое делает, там еще там доктор Сэмбантинг, насколько я поняла, то есть все просто продолжают этим же заниматься. Еще какие-то интересные штуки, что я на кого-то была так подписана, мне кто-то заинтересовал, каким-то интересным подходом. Был мужчина-косметолог, тогда этого было так мало, я думаю, как интересно, посмотрю. И я просто там зашла на ее канал, смотрю, что он делает вот как раз то, чего я хотела бы избежать, что каждый год, ну, по кругу, там летом летний уход, не просто, что я покажу мой летний уход, а мы снова говорим про SPF, снова там рассказываем, что это означает, снова вот это, потом зима, у нас мы снова ретинол, и мы опять объясняем, какие виды ретинола, как их использовать, как еще что-то. И, как бы, в принципе, так можно делать каждый год, ну, что-то вы там забываете, вот вы будете вам напоминаться, потом новые люди какие-то появляются, и вот плюс вы так это наращиваете, плюс какие-то там через какое-то старое видео приходят, а вдруг еще что-то новенькое сказали, то есть, ну, за год, чтобы какие-то изменения произошли в бьюти-индустрии, и чтобы такое какое-то, ну, я не знаю, может быть, там где-то на каких-то уровнях, оно просто, знаете, даже не успеет за год пройти вот эти все инстанции одобрения, то есть, от момента там тестов, что мы получили какие-то результаты, они напечатали это в какой-то литературе специальной научной, то есть, все публикации там же учитываются, научные журналы, потом это как технология была там запущена, целая линия, конвейер, потом они разработали там для кого это будет, эти формулы, ну, то есть, упаковки, это очень долго, пока нас еще какая-то революция ждет, ну, какое-то еще такое большое время должно пройти. Сейчас из того, что, ну, это то, что я вам говорила, вот эти просто, мне кажется, шлифуется сейчас история про сложные формулы, там, где куча всего, и это все стабильно, и это работает, да, это не мешает вам жить тем, что, там, ой, супер-мега концентрация, на следующий день ты, ну, или через два дня у тебя все шелушится, тебе уже некомфортно, да, или тебе нужно пережить момент, когда кожа слишком чувствительная, для этого тебе вообще нужен другой уход, то есть, у тебя должен быть уход вот такой вот обычный, и тот уход на тот момент, когда ты устанавливаешься. Я это все проходила, я это все знаю, как бы все это было, и там и видео об этом снято, то есть, я знаю, что это такое на себе, да, и как бы сейчас мы проводим вот это время, когда шлифуется история про очень такой классный функциональный уход, естественно, что он там будет делиться, все больше там проникать в люкс, там, где давно ничего не менялось, да, потому что как вот это, есть там этот бульон из водорослей Ламера, вот тот, че, он у нас самый там главный, он там будет, а то, что может быть там еще, еще вот это, вот это, вот то, вот тоже такой момент, что, наверное, дайте буду я закругляться, что ли, чуть-чуть, и так мы долго с вами разговариваем, кто захочет еще поговорить, что-нибудь напишите, может быть, у меня тоже созреет на какие-то разговоры об этом, заканчивая тоже эту всю тему, знаете, изначально, вот, сейчас, например, то, что там, A Lies of Skin, тоже мне вот этот бренд, очень много просили меня, ну, снимите про него, ну, расскажите про него, ну, а вот этот вот, а вот говорят, очень хороший, и многие рекомендуют, ну, давайте обсудим, а вот у меня как-то вот не складывалось, то есть, вот, ну, не складывается у тебя, что то ли цена тебя где-то смущает, то ли у тебя к нему как-то, ну, не лежит, да, это вот тоже такой интересный момент, что иногда вы смотрите что-то, оно для вас там недоступно, то есть вы, например, заказать это не можете, просто потому, что вот сейчас у вас в стране нельзя, да, ну, так вот, или, например, это можно заказать там только оттуда, где нужна таможня, проходите, все это вот это, и полное вот это, вот это я не люблю, мне это надоело, я этим больше не занимаюсь, для меня это тоже какой-то так, стоп, и вот когда все сложилось, когда мне стало комфортно, и я нашла вот этот магазинчик, и все, и там, и там и скидки, и тролливали, вот для меня лично, Lies of Skin появился в моей жизни, и мы с ним стали дружить, вот бренды мне сейчас тоже там соблазняли, ну, Юлечка, ну, давайте La Mer, Valmont, мы с вами посмотрим, вам понравится вот такой там этот La Prairie там, или вы попробуйте Mist, он такой классный, туда, возможно, когда-то там тоже я лягу вот в это направление, что-то посмотреть, а сейчас их как будто бы для меня, вот в моем мире, как бы не особо, не существует, я как бы туда не пускаю, им не время, соответственно, вот для вас тоже существуют какие-то вещи, которым время, о котором не время, но когда вы заранее о чем-то услышали, о чем-то знаете, то когда настанет это время, вам будет гораздо проще, гораздо, ну, как бы, легче, вкуснее, вы не будете себя чувствовать как бы таким потерянным человеком, поэтому про некоторые вещи и в уходе, и там, как что-то восстанавливать, и как оно бывает, лучше, вот знаете, послушать в теории иногда, поэтому я стараюсь какие-то вещи там дополнительно говорить, и вот моя идея сейчас, то, что я думаю, я даже как-то замечаю, то, как я думаю, как я отвечаю на вопрос, и как бы я ответила на какой-то вопрос, когда я его читаю, то, что есть сейчас у меня, это, ну, вот, какой-то мой предыдущий опыт, и вот интересно, а что я думаю сейчас, если я больше не буду рассказывать, как тогда, я не буду больше в формулу лезть, не буду говорить, что такое, например, вид витамина С, там, или еще что-то, то есть, вот так вот разбирать, как раньше, я, допустим, не буду, там, говорить про слой кожи, я не буду разбирать, вот этот вот скелет рыбы, я буду говорить о, ну, как бы, о моих выводах, которые были, ну, на основе того, что я сначала разбирала, там, этот скелет, потом я сама это использовала, и что я сейчас думаю по прошествии всего этого времени, да, то есть, как бы, снова заниматься тем, что, как бы, знаете, когда приходит к тебе первый курс, и вот ты начинаешь читать лекции снова, мне это не заходит, мне это не интересно, вот я подумываю, да, вот мне сейчас задали вопрос, например, про мощный ретинол, вот я хотела бы заняться тем, что я поотвечала бы вот на вопросы такие, но уже сейчас, сегодня, как я и я, вот на данный момент, там, со всем моим опытом, и я знаю, что я в этом не буду, очень много деталей говорить, и что, я уже это тоже вижу, что начинается, а вот вы знаете, что еще вот это, а вот еще вот то, и вот то, да, я знаю, это было уже сказано, я не хочу повторяться, это вот, с учетом того, что я это знаю, я делаю, и я там что-то пробовала, я делаю вывод вот такой, вот мой вывод, вот он уже вот этот вот, и вот он на основании всего того, о чем я не сказала, но это все было помято, вот как-то вот так, короче, может это сложновато, но то, как я думаю, что может быть какое-то развитие, в плане вот, новизны, и даже, какого-то пересмотра, моей там, этой внутренней коробочки, что я там, все еще храню, как какие-то знания, о бьюти, насколько я вообще считаю нужным сейчас разбираться, так как раньше в тех же составах, при том, что сейчас время поменялось, сейчас просто нужно примерно понимать, что там должно быть, и видеть, что, ну, бренд, как это, здоровый, как-то, легкий, здоровый человек, легкий курильщик, и вот есть бренд, как это, курильщика, с кучей маркетинга, и всего остального, а есть вот это вот здоровое, да, которые просто тихой сапой идут в определенном направлении, вы видите даже, как они описывают свои продукты, вы уже понимаете, что они, когда их делали, они скорее там о вас думали, чем о, ну, о ком-то другом, то есть они не думали о том, кто на какую-то, там, финтифлюшку поведется, хотя тоже понятно, что маркетинг здесь тоже есть, очень многие ринулись, как вдова по коридору у Ильфа Петрова, вот сейчас вот в это вот, кто в веганство, кто в натуральную косметику, ну, брендыши у нас вот это вот, это должно быть, вот это вот, а еще сейчас тоже там что-нибудь модно, какая-нибудь там упаковка, все это тоже есть, но это не умаляет того, что формула становится интереснее, веселее, эффективнее, и да, тот, кто начинает дорогу к своей прекрасной коже, и он ее только начал, вас ждут долгие годы, наверное, там, ретинолы, витамин С и кислот, потому что обновление идет сколько-то времени, и уменьшение пор это годы, да, там, год, два, три, соответственно, там, структура вот этой вот кожи, что у вас там, как ее, вот эта вот толстость и тонкость, ее вот этот слой, который сверху есть, тоже будет меняться, когда там отшелушивание, вот это вот, и не перебарщивайте с этим, не надо доводить кожу до каких-то травматичных историй, когда она себя восстанавливает, вот это не наш метод, лучше долго, но точно, ну, то есть, как бы вы точно приедете туда, куда нужно, но спокойно, без поломок, ну, потому что, если вы будете очень быстро гнаться, там, тут споткнулись, надо все это вот решать, там, чинить, и только после этого вы можете снова куда-то, кому нравится, пожалуйста, может быть, это, наверное, как в начале все равно у вас не получится без каких-то ошибочек, без того, что, ага, я вот это о кожи не знал, о своей, да, вот я буду это восстанавливать, кто-то, конечно, может сказать, наверное, что это там еще с возрастом что-то меняется, ну, естественно, с возрастом что-то меняется, просто то, что у вас там это с возрастом поменяется, это гораздо дольше будет происходить, чем изменения от косметики, от ухода, то есть, если вы в уход что-то новое добавляете, это там в течение там 3-6-9, ну, и вот так вот месяцев, то есть, ну, там за 2-3 дня, если вы никогда не использовали кислоты, то там да, можете там после первого использования что-то почувствовать, но вот это вот, то, что кожа стала другая, и у вас там, допустим, с ней нет проблем на длительный период, это займет время, естественно, что она там на что-то будет реагировать, но и вы уже будете знать, как реагировать на то, как отреагировала вашей кожей, бла-бла-бла, даже чтобы там далеко в это не уходить, мне кажется, что все это достаточно уже понятно, вот, я рассказала обо мне, о том, что то, чем я занимаюсь, это влияет на то, как я транслирую, в видео, может быть, там в бьюти-тематике, то, как я разбираю вообще тему бьюти, это связано с тем, как устроен мой мозг, как устроена, ну, кому как нравится там личность моя, или вот мое там все психофизическое, то, какой у меня был жизненный опыт, опыт как бы, не то, что, ой, жизненный опыт, а опыт того, чего я делала, да, потому что я изначально, я хотела быть журналистом, и я стала журналистом, и работала, ну, короче, все, весь институт, это 5 лет, и еще сколько-то там, после института, ну, то есть, как около 6 лет, быстро, тоже сейчас все скажу, чуть-чуть годик где-то я на телевидении работала, и все остальное время газета, а потом я вела блоги, потом, когда стали уже камеры быть нормальные, я стала делать и видео, такие видеосюжеты, там, и про путешествия, еще что-то, кстати, тем путешествия тоже довольно такая прибыльная была, но мне надоело, и я решила перейти в тему бьюти, вот, и, то есть, ну, это как-то по, как-то головой, надо было оставаться там, там деньги, а мне это интересно, ты переходишь куда-то дальше, и, соответственно, вот это вот тексты, создание контента, дальше, пока я вела телеграм-каналы, ну, как бы, сейчас вот это вот YouTube, Instagram, потом уже телеграм-канал, у меня уже там опыт даже введения телеграм-каналов, как аудио, как аудио-ведущий, да, как подкастер, наверное, так вот, типа подкаста, люди называют это лекциями, да, то есть, как-то пишут, я сама, сама бы не догадалась до этого слова, но, в комментариях я, вот, спасибо за лекцию, и вот вы там в лекции говорили, то есть, это воспринимается как лекция, соответственно, ну, видимо, я читаю лекции, вот, и, как бы, это все сложилось там из всех предыдущих моих опытов, из того, кто я, какой человек, и я, когда делаю что-либо, но это вот всегда я, да, может быть, какие-то мои грани разные, но я не могу выбросить из себя все предыдущие опыты, поэтому что-то, наверное, где-то слишком, типа замудренно хотелось бы полегче, мне бы самой бы хотелось полегче, может быть, это будет получаться и так далее, тут как бы можно тоже говорить о том, что у нас на лице отражаются мышечно, те мысли, которые у нас крутятся, потому что человек, когда он мыслит, он все равно про себя проговаривает, когда вы мыслите грустные мысли, там эти уголки, глаз опущены, вернее, этих губ, ну то есть просто вы какую-то мину долго держите, и с годами она фиксируется, да, и опять не я придумала, это нейробиологи, нейрофизиологи, так, наверное, да, то есть я это услышала у доктора биологических наук, который всю жизнь занимается мозгами, вот, соответственно, такая тоже интересная штука, что вот еще это скажу, это надо обязательно подтвердить, почему, потому что вы пойдете куда-то в другое место, вам там скажут, что это полная хрень, что на самом деле это, там, что-нибудь у вас, как-нибудь генетически, или что-то там вам нужно, там, делать массаж лица, кстати, массаж лица тоже прекрасная штука, я знаю женщин, которые вот благодаря вот этой вот пластике, каким-то правильным этим, они очень хорошо так прям поддерживают свой тонус и остальное, но вот мне, например, это лениво делать, то есть я опять же за легкость, в том, что мне было хорошо, и вот основное, к чему вообще стоит, как бы, в жизни стремиться, к чему я стремлюсь, над чем я сейчас работаю, да, потому что у меня работа идет очень сильно, интеллектуальная, я об этом рассказываю, это в телеграме, у меня закрытая группа еще есть телеграм, потому что есть вещи, которых людям не надо рассказывать, ну, просто так, да, то есть человек должен выбрать, что он правда хочет об этом послушать, и вот если он хочет об этом послушать, тогда ты ему рассказываешь, а так, как бы, ну, кого-то можно там, как-то перегрузить информацией, информации, кому-то можно что-то лишнего задеть или еще что-то. Поэтому тут такой момент, что какие-то вещи я могу там только рассказывать в очень закрытых группах, потому что, ну, это просто немилосердно брать и как-то очень глубоко людей погружать во что-то, когда они к этому не готовы. Поэтому я тоже прекрасно знаю и всегда знала, что есть очень такое сильное несоответствие, что я вроде бы, раз я снимаю бьюти-видео, значит я бьюти-блогер, и значит я как бьюти-блогера. А есть собирательный образ бьюти-блогера, и они действительно как бы где-то вынуждены каким-то образом себя вести, там есть правила поведения. То есть какая-то определенная любовь к аудитории, она определенным образом показывается. Если человек с этого живет и зарабатывает все остальное, мне понятно, что они должны правилам каким-то следовать и остальное, но я-то нет, и я никогда не смогу вам доказать, что я не бьюти-блогер. И чуть-чуть, сколько я могу люди скажут, так, ты это крякаешь, видео снимаешь про бьюти, накрашенное, что тогда все, мы тебя тут сейчас оцениваем, как ты тут накрашена, какая ты там, что тебе там с волосами, это там нормально ты показала или нет, а что тебе там такая дорогая косметика, а что ты под дешевую не показываешь, а что ты вот эту дорогую не попробовала. Знаете, это как бы, ну, я знаю, это противоречит, что вообще всегда. Когда там идут какие-то волны там от людей или от самой индустрии, что а вот у нас так принято, и вот так вот будь, и тогда, ну, будешь так вот, и все будет мягче проходить. Я всегда в позу очень вставала к этому, и поэтому даже у нас были в Инстаграме какие-то такие прям прикольные штуки, когда я выставляла то, что мне пишут, странные какие-то, например, комментарии, и говорила, ребят, вот это вот, ноу, я, ну, я в этом не участвую. Мы, конечно, я пыталась, и мы там с нашей тут тусовкой там это все как-то обыгрывать. У нас там было и свое детективное агентство. Кстати, Инстаграм, это прям тоже отдельное такое мист любви, что ли, было. Такой какой-то отдельный, где у нас были свои там рубрики, и все это, и кот, коты были, потому что я переехала, была куча котов, это было для меня как-то очень естественно, и было очень странно. Просто ты живешь, нет котов тут, понимаешь, везде коты. И это как-то было так очень прикольно вписать. Я такая не особо кошетница, на самом деле. А вот эти вот котики, это какой-то, ну, своеобразный был там прикол с этим. Какие-то у нас были очень узкие такие штуки. В общем, взаимодействие с аудиторией, это интересный очень опыт. И иногда, это я вам тоже говорила, что были такие моменты, вот один вам расскажу, что ты смотришь на индустрию и думаешь, ну, что же еще? Что же еще? Ну, и вот как бы, как бы сделать свое там интереснее, там, YouTube или еще что-то, то, что ты делаешь. И вот я как-то думаю, ну, пойду посмотрю на YouTube, что YouTube рекомендует. И вот YouTube, допустим, рекомендует, в конце говорит это, там, или в начале, сейчас уже в начале, раньше говорили в конце, сколько лет назад было, что нужно говорить, подписывайтесь там, туда-сюда. И как бы, я думаю, ну, говорят, ну, наверное, они как бы плохо не посоветуют YouTube же, да, а что не попробовать? И я что-то стала так говорить, и вы знаете, мне одна подписчица написала в личку. То есть это тоже очень такой важный момент, как бы, как это было сделано, и почему это такое впечатление произвело. Говорит, Юль, я, как бы, вы мне очень нравитесь, я смотрю давно ваш канал, я, конечно, не буду от вас отписываться, но вы же понимаете, что вот вы когда так вот начинаете говорить, вот это вот в конце, но это как-то вам не соответствует, и, блин, ну, вы же чувствуете, что, как бы, это вот так вот, как все остальные делают, и что в этом что-то есть такое. Причем она меня не запозорила, она мне прямо написала, что я не буду от вас отписываться, конечно, это мелочь, это фигня, но вы же понимаете, что это что-то не то, и я понимала, что это что-то не то, и в этот момент я это прекратила. И вот таких моментов, ну, наверное, сколько-то, может быть, еще было, вот этот, наверное, самый такой яркий, потому что, когда ты в моменте сомнения, а кому тебе обратиться, что у людей спросить, что, ребят, мне вот это в конце говорить, или мне говорить вам, как кажется, половина скажет, да нам пофигу, половина скажет, что нет, конечно, так нельзя, это ужасно, а вот так, чтобы тебя кто-то отвел в сторонку, и тебе нормально об этом сказал, это, ну, это вот, какие-то есть невероятные такие вещи, когда человек тебя не видит, ну, так ты его не знаешь, ну, вот у вас нет этого контакта, а вот он какой-то к тебе что-то такое испытал в моменте, это так как-то вот очень зашло, это очень интересное взаимодействие, и вот таких было ряд с девочками, там, с мальчиками чуть-чуть, мальчик, конечно же, гораздо меньше, но яркий-яркий, тоже я об этом же говорю в видео, все кто-то помнит, знает, это реально интересно, это совсем по-другому, чем как в реальной жизни, и плюс из-за того, что я никогда не рассматривала это как некую там работу, что я вам что-то должна, или что вы мне там что-то должны, поэтому какие-то искренние такие моменты, они, я всегда их воспринимала очень как-то как приятный бонус, что ли, да, а вот то, что люди какие-то и бывают странные, и вот они пишут, вот, кстати, очень интересно тоже, когда ты комментарии читаешь годами, у некоторых комментариев, у них есть структура одинаковая, и вот если человек немножко, ну, эти прям по-честному, не очень адекватен в моменте, может быть, он совершенно замечательный человек, а тут он неадекватен, то у них даже структура этих комментариев одинаковая, то есть прям, ну, шизофреников можно по комментариям увидеть, если этого человека что-то зацепило, и он там решил это тебе телегу, во-первых, это будет телега, во-вторых, у нее будет структура в середине, сначала вот это, в середине вот это и в конце, причем на это обратила внимание вот тоже девочка, которая мне помогала с, там, телеграмма она канал вела и остальное, она говорит, слушай, я не знаю, что с этими комментариями делать, я говорю, это что, вот такое, вначале вот то, потом это, она говорит, да, откуда ты знаешь, я говорю, а это типично, то есть это вот человека там в голове кучу подкручено, и мне тоже прекрасно это вот знаю, люди, которых у них есть некая зацикленность на какой-нибудь оскорбленности или еще чем-то, они это во всем видят, то есть мне как бы с той точки зрения, что я это изучала, на практике с такими сталкиваются, что эти люди не ходят на консультации, не считают необходимым что-то менять в своей жизни, им это не нужно, тем не менее, как бы это на практике существует, поэтому мне тоже это все понятно, и это вот тоже один из прикольных моментов, который я тут это в конце хочу отметить, что, ну, чему-то это меня научило, наверное, все это ведение ютубов и остальное, в общем, мы с вами посмотрим, как это все будет продолжаться, передаю большой привет, благодарю вас за то, что вы со мной здесь были в этом видео, тоже такой важный, классный момент, и мы где-то с вами дальше увидимся в видео, всем пока!